Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Суть его заключается в том, что ваш старший сын у вашего мужа вызывает ненависть и агрессию. В конце своего вопроса вы пишете о том, что вы хотите жить в мирной семье и, собственно говоря, ссориться не хотеть. Если честно, вот это вот мы хотим, я даже сейчас зачитаю то, что вы пишете. И я и муж хотим спокойно жить без ссор. Вот это вот меня немножко смущает, потому что, понимаете, каждый из вас, вот, вы, ваш муж, ребенок в меньшей степени, вносите свой вклад в конфликт. И без участия кого-то из вас конфликт был бы невозможен. А он возможен только благодаря тому, что кто-то из вас его, условно говоря, ну точнее, что каждый из вас его подкрепляет. Понимаете? Вот. И проблема вашего мужа в том, что он может быть в силу своего возраста, хотя он достаточно уже зрелый, должен быть все. Может быть, в силу того, что младший бас, хотя два года срок, ну, как бы, два года разница такая уж большая. Ну, тут может играть роль то, что ему 24, было вот, 26, и, соответственно, женщина в 26 лет тоже достаточно сформировавшаяся личность, да, а мужчина, к сожалению, в 24 года, да, очень часто еще, ну, конечно, уже не ребенок, но и не взрослый человек с дочкой, да, то есть это зачастую такой достаточно инфантильный, может быть, человек. Ну, вот, именно с силы того, что, ну, в современном мире, мужчины, как бы, достигают зрелости позже. Вот. И 24 года это, к сожалению, еще далеко не зрелость. Ну, вот. Просто у вашего мужа есть проблема, да, и у вас есть проблема. Если, как вы говорите, вы хотите жить без ссор, то каждому из вас нужно обратиться к психологу и начинать работать с ним по своей проблеме. У мужа это проблема ревности, проблема сравнивания себя, это проблема уверенности в себе, проблема страхов, вот, это у мужа. А у вас это либо опека, это, как мне показалось, как мне показалось, это склонность к контролю. Вот. Вот. Это, ну, вероятно, общая, какая-то общая, вероятно, тревожность еще есть. То есть я чуть-чуть не уверен в этом, потому что, ну, есть, условно говоря, разные варианты, да, и... Как бы тут нужно, тут нужно смотреть просто. Тут нужно смотреть, вот, именно на ваши, ну, противоречия, скажем так, потому что, вот, пока что именно то, что связано с вашими противоречиями, да, ну, для меня не совсем ясно, к сожалению, да, не совсем очевидно. Вот. Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. И, конечно же, помощь нужна и вашему, вашему ребенку. Вот. То есть, условно говоря, ну, условно говоря, сыну, сыну, вашему сыну нужна помощь, потому что его доминирование, его вредность, его эгоизм, это с одной стороны, с стороны, это следствие, следствие вашей страны. Все самоооまあ... Победение на runs, Operi2ld, ну, которую дает ему понять, что он, там, центр вашего внимания, что он может... требовать от вас всё, что захочется вы ему это дадите. А с другой стороны, это ощущение борьбы за вас с вашим мужем и его отцом. То есть это, на мой взгляд, весьма такая, я бы сказал, негативная ситуация для вашего ребёнка. Потому что это постоянное напряжение, это искажение достаточно большого, на мой взгляд, количества ценностей, которые могут быть привиты ребёнку, привиты детям. И в данном случае, конечно, постоянное напряжение, постоянное расщепление вряд ли приведёт к чему-то хорошему и позитивному. Вот, представьте, у меня возникло ощущение, да, то есть у меня возникло, возникло, условно, вот, такое чувство, да, что, вот, вы, немножко, знаете, как, немножко, немножко театрально, как будто бы, оглашили свою проблему, вот. То есть как будто бы, ну да, проблема есть, вы вроде бы её понимаете, но где-то в глубине души, вы как будто бы не верите, что легко, что она может быть по-настоящему серьёзной, по-настоящему важной, вот. И как будто бы есть какой-то обесценивающий момент с вашей стороны, да. Вот. То есть я, конечно, согласен с вами в том, что, например, муж, он, ну, действительно, в какой-то степени, там, перегибает палку, да, в плане, в плане, с того, какие, условно говоря, ну, методы, какие методы воздействия он применяет по отношению к своему ребёнку. Я, 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 я это с вами согласен, согласен. Я также боюсь, что у мужа вашего нет с вашей стороны эмпатии. То есть мне кажется, что муж не чувствует, что вы ему эмпатируете, не чувствует, что вы ему понимаете. И почему-то и у мужа, и у вашего сына, да, у них у обоих появляется столько ощущений, что они должны бороться за ваше внимание. Понимаете? Вот, мне кажется, это как минимум ваш, ну скорее всего неосознаваемый вектор поведения и ваш, ваш вклад в эту, ну в эту ситуацию. То есть я не говорю, что вы специально посадили, что там из-за вас там, грубо говоря, там мужчины ссорятся. Но вот мне кажется, мне кажется, что какой-то момент, какой-то элемент, какая-то, какой-то вот ваш вклад в это все есть. Ну конечно, тут складывается то, что мужчины не верим в себе и прочее, но повторюсь, оказывается, мы должны наработать со своей проблемой. Прямо семья, семья это система, и если изменяется один какой-то вот, ну винтик условно этой системы, то меняется все остальное. Вопрос немножечко в том, кто из вас действительно готов, не готов меняться там, потому что, ну вот вы говорите, что мы хорошо, что мы, что мы хорошо. Мы это мы здорово, но, как бы, а кто реально готов меняться, кто реально готов, вот прямо сейчас, да, начинать работать с психологом, да, кто прямо сейчас готов начинать работать со специалистом. Вот. Вот. Вы или ваш муж, например, например. Вот. То есть мне кажется, что об этом вам нужно подумать. Так же мне кажется, что с вашей стороны есть, ну вероятно, я могу ошибаться, но вероятно, есть элемент жалости к ребенку. Вот. То есть мне появилось такое ощущение, да, что вы свои ощущения жалеете. Вот. 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 Это с одной стороны, а с другой стороны есть ощущение, что у вас, ну, не обязательно прямо у вас, но есть ощущение, что у вас довольно высокие требования. Как к нему. Вот. Я рад, я рад, я рад был, я рад был ошибаться, я честно рад был бы ошибаться. Вот. Вот. Но мне кажется, что вот, условно говоря, требования у вас очень высокие, я могу сказать. Я думал, вот, тогда как, опять же, это связано может быть с любовью, да, то есть, как бы, с того, что я его люблю и всё там. Поэтому я знаю, что, я знаю, что он может там больше и так далее. Так что, вот, такие у меня мысли есть по поводу вашей ситуации, ну, по поводу вашей истории вот таких, примерно такие у меня есть мысли. Вот. И, соответственно, я это сказал уже, да, повторю ещё раз, что каждому из вас, вот, каждому из вас нужно работать со своей проблематикой. То есть, указывает вас, что своя проблематика, ну, и, ваше, условно говоря, обращение сюда, это первый шаг к работе. Вот вы пишите, значит, как поменять ситуацию. Если мы с ним может побороться, как говорится, да, с ним признаваться, что, порой, его старший образ, его, порой старший, его, просто так, ненейкий образ его голове. Ну, так, с этим образом мне нужно работать. То есть, это, это не такая история, что, ну, взял и ситуацию поменял. Нет, это не, а именно работа с образами метра, именно работа с тем, что, что это за образ, что они себе представляют. Что транслируют, транслируют этот образ, что там, грубо говоря, грубо говоря, вашему, ну, вашему мужу, что он транслирует, что он означает. Да? То есть, как бы, это всё узнавалтно. Ну, а, как бы, нужно это всё исследовать. Тут, а, вот, мне кажется, что здесь какая-то борьба и какой-то соревновательность. соревновательный, соревновательный элемент с желанием что-то доказать, мне так кажется. Ну, вот. Мне кажется, что здесь есть конкуренция, достаточно, достаточно серьезная. То есть, конкуренция, то, что образ сына, его бисер, именно бисер, потому что, ну, что такое бисер? Да, бисер, это, значит, выводит из душевного равновесия. Ну, дословно, если переводить, это вывод из душевного равновесия. Вот, а, как бы, из душевного равновесия выводит, как правило, то, что, собственно, ну, связано с какой-то такой угрозой, да, и, ну, и так далее, и так далее. Ну, соответственно, 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 что-то вызывает нарушение этого равновесия. И, естественно, это, в свою очередь, вызывает ненависть, потому что, ну, ненависть, это, это защитная реакция, как бы, ну, вашего мужа, вот. Это нормально, что он защищается, вот. А, правда, так, в том числе, это происходит хаотично, вот. И, крайне, крайне вредно, там, для сына, для вас и так далее. Что бы я ещё рекомендовал? Изучить психологическую игру, которая называется «Скандал». Вот. 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 Я рекомендовал бы вам её изучить, потому что, ну, условно говоря, есть некоторые общие моменты, приватящие к форме. Вот. И, соответственно, вам имеет смысл это изучить, вам имеет смысл это для себя понять, разобрать и увидеть. Вот. Прежде чем вы решите, что с этим делать, ну, условно говоря, условно говоря. Условно говоря. Вот. Вот. Это тоже очень важный момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что сформированная вами обратная связь, направленная либо мне, либо любому другому специалисту, по сути, с хорошим началом для психотерапии. Удачи вам! Удачи вам! Продолжение следует...